что хотел сказать по поводу цен на эти бампера а это стоковый бампер от e34 так вот самый прикол что дешевых вообще не найти на тот редкий случай когда ты нашел бампер от e34 за 25 евро да здесь как бы есть косяки его но вы не поверите такие бампера за даже хуже состоянием продают и за больше но здесь есть одна фишка этот бампер оригинал крепче чем китайский хотя честно говоря и не проверял там качество до между китайским бампером который продается но это ордину вот и на его основе будем делать бампер от 540 да я знаю что продается губа от м тех а да там китайская в данном случае у нас 540 вот я не буду этот бампер портить который на 540 а я сделаю вот этот вот вот и здесь в отличие в общем смотрите в отличие от этого бампера до получается он видите крашены да вот снизу если глянец такой а здесь завода матовый так вот здесь мат и оставим что это заводской мат как раз верхняя понятная часть будет глянцевой темный краска дома даймон шварц а низ так и будет таким просто его под обновить нужно вот и не специально будет такой матовый как и сами вот эти вот воздухобора которые сюда пойдут а вверх глянцевый то специально обычно я знаю есть три четверки которые но я видел такие три четверки подбегнула машина есть такие три четверки где гляне сдал даже воздухобора они обычно в гляне скрасит в этой же машине чтобы дать и такую дополнительную агрессивность да здесь низ будет такой матовый прям как по заводу и сами вот эти ноздри соответственно а вверх опять же вот эта часть она будет глянцевая интересно будет на это посмотреть не есть такие машины может быть но я видел по крайней мере с глянцевым то есть ну для красоты понятно сидел и но у нас агрессивная машина в 8 понятное дело нормально ты на ней не поездишь она боком дает так и нормально соответственно будет глянец это все видно будет ну всякие камушки и так далее будут попадать сюда но мы сделаем намного лучше и по заводу конечно же еще что я удивился здесь вообще вот раньше не знаю как сейчас да может вы даже сейчас я не знаю что не узнает посмотрите смотрите внутри да то есть по сути была машина 3 4 которая была не рассчитана под туманки нижние и я раньше думал как что типа если были туманки да ну вернее их не было не было туманок а были такие заглушки то все равно система скажем так задние держатели скажем я так назову крепежи вот этих туманок они здесь были оказывается их здесь либо их реально здесь нету это говорит о том что придется искать эти крепежи либо просто снимать с того бампера кстати это очень редкая вещь и не знаю вот надо будет узнать сколько в united в united сколько будет стоить да да и были варианты я говорю тему кого просто 3 4 были варианты еще убиваем этот бампер покраской смотрите еще были варианты с номерным этим отсеком скажем так так его назову она были еще варианты закрытые да то есть без этих воздухоборников что ли как сказать вот была просто полностью такая заглушка на слабых версиях и это 4 так понимаю потому что у энди был такой бампер но почему-то у него был и было именно закрытый до смотрится красиво но не хватает охлаждения вот и в итоге новую пришлось такую покупать это еще в шестнадцатом году было да как-то похож цвет немного с тридцать девяткой в общем ждем лето будет круто надеюсь но в этом сезоне виде уже не покатается конечно единственное чтобы я войти сделал этим летом это наверное все таки покрасил сиденья ладно раз уж я занялся записывать нужно все записывать посмотрите на салон энди да он весь пыльный в пыли единственное будет но мотивация сделать это с пор удивляюсь насколько качественно да вот машине уже 30 чем-то лет она до сих пор качественно прям просто посмотреть как все сохранилось то конечно можно сказать что типа машина долго стояла что типа логично возьми там же повозку да там который 20 до но там но я скажу там хуже намного эти материалы вообще на них не экономили в то время тренировочка лопнула колесики ваш кому-нибудь нужны 17 они стояли на 540 изначально я поставлю 37 стиль они прям так и просятся поставьте меня на 540 эти колеса реально тяжелые то есть я ощутил когда с пятнадцатых с пятнадцатых но вот маленький да вот эти колеса 15 дюйма перешел на 18 так они еще и с полками разноширы то есть по сути реально тяжелые это кстати лишний раз когда я еще подумал что нужно все таки это тлсд поставить кто-то скажется по на что он типа влияет давай еще как влияет еще как влияет с места трогаешься влияет самое забавное что вот на 540 вот только я купил я была более-менее конечно погода такая срывает сразу на этих сейчас у нас какие 16 диски стоят так и грязно это вообще просто не смотрите не смотрите да сейчас посмотрим дело вступок все написаны параметры снизу да это 16 диски непонятно это не оригинал хотя можно по сути значки сюда это заказать и поставить бмв вот и будет какой-то и своего рода оригинал вода машина просто все знаю в скотском состоянии но блин я все не могу ее выгнать и помыть потому что сейчас у нее резина стоит не то хотя по логике можно поставить у нее 15 прям поехать но я будет просто срывать это сто процентов говорю потому что на 15 это что-то с чем-то и срывает уже до 16 как бы легкие понятно колеса с 15 меня уже вообще молчу конечно конечно глупо но я не рискуй хотя здесь ничего не мешает техосмотр есть по сути страховку поставил поехал ночью то рисковать и не очень хочу помою спокойно когда более-менее все растает на летних и резина когда с марта можно будет выехать не что погода успокоится в этой машине единственный колхоз который меня просто раздражает и кстати я не знаю встречали ли вы на этих машинах я не значит очень смотрите вот этот вот молдинг да сейчас приближена вот этот его все клеят просто его все клеят он у энди приклеен и здесь приклеен тоже то есть у энди его это прям прям похоже уже видно немножко по-скотски покрашена но вот такая дичь соответственно и у энди такая фигня если там посмотреть то же самое просто приклеили и кстати и благодаря такому способу у меня есть еще молдинге в общем когда делали крыло заделали нафига то подшпотливали здесь и даже не саморачиваясь с передним крылом я сюда просто приклею тоже пока что такой колхоз знаю но молдинг только так приклею будет смотреться более-менее эти диски да они вообще не раздражает если честно сюда уже надо реально на 540 всегда нужно чтобы были 17 самый минимум это 17 ставишь у чисто поебашки да надо будет пластик тоже пойми либо поменять либо я тоже покрасить в матовый черный где про этот вот фары конечно с одной стороны хотелось бы хелло блэки на спору нет базару нет но это черная машина и так и хелло блэки здесь вообще не нужно как мое мнение человек который просто возвращается к стоку грубо говоря хотя делать бампер под в 8 не оригинальным путем хотя я слышал что типа продаются воздухоборники краски оригинал и по регламенту здесь нужен то есть типа ты их ставишь сам зачем тебе не колхоз или спойлер да вот на заднюю машину ставишь спойлер допустим то есть вы думаете что чисто он на клей ставится по регламенту по заводу нифига то есть варварский способ способом ты просто тут сверлишь в наглую причем вот и закрепляешь этот спойлер задней то же самое накладки на пороге если завода нету таких накладок все готовься сверлить потому что по регламенту ты обязан это сделать вот так вот так здесь кстати нету накладок на пороге ну и их надо поставить соответственно нужно отдавать человеку кто специально спецом это не то что ты там знаешь там сам сделаешь тебя опыта нету а нужно все таки кому-то дать кто опыт такой имеет максимум там найти вместе просто потому что сверлить это палубу получается уже нужно обрабатывать ржавчина не пошла на порогах вот так вот а тогда крепежи к туманкам нужно будет искать вот такой вот короткий видеоролик